Всем привет! Сегодня хочу вам показать пересадку монстеры. Посмотрите, какая молодая, красивая монстера. Очень много на ней листьев. Но, к сожалению, ей стал мал горшок. Этот цветок растет у моей мамы в квартире. Посмотрите, два воздушных корня на нем. Длинные очень. Но горшочек стал маленьким для него, для такого цветка. И поэтому решили пересадить, чтобы от пересадки уже и цветок сам будет крупнее, и листья будут крупнее. На листьях красивые узоры. Для квартиры, конечно, если это маленькая квартира, он не совсем подходит. Но если есть место, где поставить, это очень смотрится красиво и грациозно. Давайте займемся пересадкой. Сегодня у меня земля приготовлена. Посмотрите, грунт универсальный. И очень много перлита положила, чтобы грунт был легкий, воздушный. Вот такой вот грунт я приготовила. Попробуем вытряхнуть, если получится. Сразу вымыть цветок из старого грунта. Понадавливаем, потому что я думаю, что там корневая развилась. Вот так вот понажимаем, и должен он вылезти. Еще надо. Так, понадавливаем. Да, да, вот пошел он все. Сейчас я вытряхну. Так, вот могу вам теперь показать вот так вот аккуратно. Корневая система. Вот она переплелась уже. Прям корневая хорошая, не залитая. Но видно, что земли это очень мало было для цветка. И поэтому он уже очень тяжело выпускал листики. Но сейчас мы это все исправим. Так, по максимуму стряхнем сверху старый слой грунта. Весь я убирать не буду. Корневую растряхивать не буду. Потому что уже июнь месяц. Сегодня у нас 23-й, 24-й июня, 23-й. Так вот корневую растряхиваем немножечко. Вот эту вот всю плохую, старую, да, чтоб задышал. А низ он уже сам по себе потом обволочет. Чтобы не травмировать никак корни, вот так вот просто немножечко потрясен. Ну, пальчиками можете. Так. Очень нежные корешочки, но очень такие сильные они, кстати. Так. Чуть-чуть в сторонку подвинем давайте. Горшок взяла, можете сравнить побольше. Хорошо больше, но не сильно объемный. На дно горшка обязательно нужно керамзит положить. Но у мамы, к сожалению, его не оказалось. Я нашла у нее несколько пробок от вина, от шампанского. Все, можно их употреблять в ход. И так, ну, давайте на дно зимы. Примерим сейчас. Сильно глубоко шейку цветка углублять не нужно. Потом мне еще нужно поставить палочки. Специальный держатель, к сожалению, сегодня в магазине не было, не нашли. И взяли просто бамбуковые прутья. Вот прекрасно, я думаю. Даже можно еще чуть-чуть насыпать. Давайте еще чуть-чуть насыпем. И поставим. Так. Будет достаточно. Так. Очень тяжелый он, конечно. Не с ними правиться прям. Так. Оставляю место для палки, чтобы воткнуть их, чтобы он потом по палке у нас шел закрепить. И поставим их. Да. И потом он будет по палочкам расти. Я решила оставить наверху, внутрь убирать не буду. Корневая у цветка сильная, мощная. Я вам ее показала. И все. Засыпаем. Грунтом. Камера неудобно теперь включить. Вот давайте я. Корневую не тревожатся. Цветы обычно очень хорошо адаптируются. Им практически обходится пересадка без какого-либо стресса. Если же вы решаете всю корневую очистить, от старого грунта убрать, да, то есть цветок будет испытывать стресс, будет болеть, будет адаптироваться к новому грунту. А в старом грунте все-таки у него остается своя какая-то, как говорится, флора. Им так проще перенести пересадку. Ну, здесь это, я бы сказала, даже перевалка с обновлением, с добавлением грунта. Сейчас я цветочек этот попозже пролью. Руки уберу, свои перчаточки. Пролью хорошенечко. Здесь, я думаю, что-то прикреплю. Вверху покажи. Вот здесь вот прикреплю вот так вот листики, чтобы он уже тянулся вверх по вот этим бамбуковым прутикам. На этом, я думаю, моя пересадка подходит к концу. Пишите, задавайте вопросы. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, моя пересадка всем понравилась. Еще раз посмотрите на красивые, огромные листья. Ну, для данного цветка они еще не совсем огромные, но вот моя ладошка можете сравнить. Красивая монстера. Пусть она дальше продолжает своим ростом. Маму растет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем хорошего дня и настроения.